Ее выпускники танцуют классику на сценах Парижа и ультрасовременные постановки в балете «Тодес». Четверть века исполняется Вологодской балетной студией, которой руководит Светлана Ивойлова. Да и сама балерина в эти дни отмечает круглую дату. Музыке и танцу посвящена вся ее жизнь, а сейчас все силы направлены на подготовку к юбилейному концерту. За кулисы заглянула Вероника Гаврильева. Три, четыре, ногу выше сзади. Вот, пошла, раскинулись. Каждое движение, поворот головы она не просто контролирует, сама показывает. Гибкость и грация Светланы Ивойловой каждый день удивляют ее учеников. Ни себе, ни им она не дает спуску. Каждого, кто приходит в балетную студию, отбирает лично. Смотри, какой у нее подъем. Она сама без всякого труда делает все позы. В первое время было очень нелегко. Но Светлана Георгиевна ко всем очень хорошо относится. Она настойчивая, но в одно время я понимаю, что если она меня ругает, она просто хочет, чтобы я стала лучшей. Для Светланы Ивойловой здесь все родное. Еще девочка. Она делала первые шаги на большой сцене в Вологодском доме пионеров, где сегодня располагается детский музыкальный театр. Отец привел семилетнюю Свету на занятия учеников Вагановской академии балета. И оказалась, это любовь на всю жизнь. И балерина удивилась. Она у вас откуда-то все движения знает. Занималась где-то? Никогда вообще. А мне так и показалось, что я все это знаю. Значит, в той жизни я танцевала. Затем было Московское балетное училище при театре Станиславского и Немировича Данченко. Она планировала посвятить себя магии танца, но в ее жизнь пришла магия чисел. А потом мои родители захотели, чтобы я закончила институт обязательно. Профессия балерины ненадежная. И я поступила в Международную финансовую академию при правительстве РФ. Ну, сейчас Россия, тогда Советского Союза. Все на пятерку. Она даже работала в банковской системе, но музыка манила непреодолимо. В конце концов, в Вологде Светлана Евойлова создала свою танцевальную школу. Это было четверть века назад. За это время она, как главный балетмейстер, поставила около двух десятков балетных спектаклей. «Пергюнт» и «Дюймовочка», «Щелкунчик» и «Жар-птица». Движения пока не уверенные, но стремлению и упорству и взрослый позавидуют. Эти малыши еще только начинают постигать искусство классического балета. Занимается с ними одна из выпускниц Светланы Евойловой – Александра. Светлана Георгиевна до сих пор ведет нас, до сих пор нам помогает, приносит какие-то новые идеи, новые движения, новые комбинации. Она постоянно с нами на уроках, старается оставить нам свой опыт, свое наследие для будущего поколения. Сейчас в студии Светланы Евойловой занимаются около 60 ребят, и все как один заняты в подготовке к двойному празднику – юбилею и студии, и ее основательницы. Уже готовы отрывки из балетов Жизели «Пергюнт». Костюмы к ним шили по эскизам, разработанным Светланой Георгиевной. Торжество намечено на конец ноября. Вероника Гаврильева, Михаил Протасов, Вологда, Портал.